Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Зов Волка. Молодой проводник обладает редким даром распознавать каждый звук, который он слышит. От его золотого уха зависит судьба людей, а ошибка ставит под угрозу жизнь всего экипажа подводной лодки. Желая вернуть доверие своих товарищей, он проводит собственное расследование военной провокации, в результате которой весь мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса. Чтобы предотвратить мировую войну, элитной боевой команде под лодки необходимо совершить невозможное, ведь главный приказ отмены не подлежит. Горилла. Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за собой ужасающие последствия. Дан будущего. В недалеком будущем рассеянопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное. Он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает. Снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Сталинград, 2013 года. 1942 год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат, они находят в доме его последнюю жительницу, 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Канн. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачивается история любви и драматического противостояния характеров. Ясть. Апрель 1945 года. Закаленный в боях сержант по прозвищу Отец Войны командует танком Шерман и его экипажем из пяти человек. Третий рейх рушится, но немецкие солдаты еще продолжают отчаянно сопротивляться. Экипаж танка вступает в схватку с превосходящими силами противника, героически пытаясь нанести удар в самое сердце нацистской Германии. По сопрожениям совести, медик американской армии времен Второй мировой войны Дезмон Дос, который служил во время битвы за Окинаву, отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным медали почета. Годзилла 2 Король монстров История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства Монарх по содержанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Моторо, Родан и ультимативный Кейджо, троголовый монстр Кинг Гайдора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, устают снова, чтобы сойти с схватки, человечество остается отойти в сторонку и постараться не погибнуть. Время первых 60-е Разгар Холодной войны Две супердержавы СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди. На очереди выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Дюнкерк Фильм расскажет историю чудесного спасения. Более 300 тысяч солдат в ходе дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!